В 2023 году жители Волгоградской области и всей страны отметят 80-летие победы в Сталинградской битве. Власти региона, специалисты и общественники уже начали подготовку к этой знаменательной дате. Первой темой, вынесенной на обсуждение, стал вопрос, какой будет символика празднования годовщины разгрома немецко-фашистских войск в сражении на берегах Волги. О том, как выглядят представленные на суд общественности проекты, расскажет Ольга Цымбарович. Даты в истории Сталинградской битвы – это одновременная радость, большой победы и горечь потерь наших бойцов и офицеров, а также мирного населения. Как сделать так, чтобы торжественные мероприятия в рамках 80-летия победы в поворотном сражении всей Второй мировой войны остались в памяти всех? В обсуждении приняли участие члены общественной палаты Волгограда, конкурсанты, эксперты, историки и общественники. Подготовка символики, подготовка логотипа праздника, который будет у нас, ну уже должен уже в ближайшее время применяться и при подготовке, при оформлении праздничном убранстве улиц, площадей. Принять участие в разработке логотипа мог каждый. Необходимо было создать в графическом редакторе эмблему – стилизованный образ. Первые представленные варианты – красная пятиконечная звезда, белый голубь, олицетворяющий мир во всем мире, силуэт Михаила Паникахи и, конечно же, фигура мать Родины. 80 лет будет, 800 лет будет, 8 миллионов лет – это все будет. Поэтому цифра 80, как таким каким-то большим значением, она не должна давлять на нас. Сколько бы ни прошло времени, Сталинградская победа останется значимой, Родина-Мать останется значимой. В единой рекомендационной концепции мнения специалистов разошлись. Одни считали, что в логотипе важнее образы Сталинградской битвы. Если говорить о том, что хотелось бы увидеть на логотипе, здесь образы Сталинградской победы, они, в общем-то, были изначально заложены в тех монументах, которые мы сегодня видим. Родину-Мать сказали уже они сегодня, но я бы еще обратил внимание на монумент «Стоять наспорт». Другие эксперты настаивали на том, что цифры не менее значимы, чем образы. И я думаю, что правильно, оставляется такой значок, с Родиной-Мать зовет, как всегда, он уже есть, а внизу ставится дата, и дата ставится современным планом. Знаете, какая? Вот эта вот, которая мигает, которая хронология идет, таймер, вот эта цифра 80, этим таймер, все. По итогам обсуждения, председатель общественной палаты Волгограда Евгений Князев предложил расширить охват участников конкурса и привлечь к участию в нем как можно больше молодежи, студентов и школьников, учесть их видение страшных событий Великой Отечественной войны. Срок сдачи проектов организаторы конкурса продлили. Мы, конечно же, мы все понимаем, да, остается меньше года, нам нужно торопиться, да, и, тем не менее, определенный некоторый запас времени у нас есть, поэтому очень прошу еще раз довести до всех заинтересованных. Ждем материал. Присылать свой вариант логотипа 80-летия Сталинградской победы можно на адрес электронной почты v-mogutov-sobaka-volganet.ru с пометкой «Конкурс». Ольга Цымбарович, Виктор Хиврин. Время новостей.